В далеком 2003 году Реал купил звезду мирового футбола Дэвида Бэкхэма. Британец согласился на этот трансфер не только из-за спортивной составляющей, но и из-за денег. Дело в том, что президент Реала Флорентино Перес пообещал Бэкхэму понизить налоговую ставку, благодаря которой большую часть доходов он будет отдавать не казни Испании, а класть себе в карман. Благодаря связям Перес добыл для иностранных футболистов испанских клубов пониженную налоговую ставку, по которой футболисты платили лишь 24% от доходов, а не 48%, как все остальные. Так появился закон Бэкхэма, который вскоре и запутал всех современных футболистов, включая Кришчану Роналду. После 2008 года испанская экономика оказалась в кризисе, и уже в 2010 году власти приняли решение частично закрыть закон Бэкхэма. Испанская казна от этого не особо выиграла, и тогда в 2015 году закон Бэкхэма отменили полностью, обязав футболиста платить 47% от доходов. Правда, в следующем году и до сих пор ставка немного понизилась, до 45%. Да ладно? Да ладно? После этого большое количество футболистов пошло на сокрытие доходов. В их числе был и Криштиану Роналду. Личные фаны Криша могут смело сказать, что футболист просто не знал об изменениях в законодательстве Испании. Но поверьте мне, это не так. Конечно же, все финансовые решения он принимал по советам консультантов, а их с улицы не нанимают, как вы понимаете. Так что получается? Они все это время водили его за нос? Да нет, конечно. Все было по обоюдному согласию. Не так, как и изнасилование Кэтрин Майорги 9-летней давности. Впрочем, это уже совсем другая история. Совсем недавно завершился судебный процесс, в ходе которого Роналду признался, что уклонялся от налогов на сумму 14,7 миллионов евро. В период с 2011 по 2014 год. Приговор для португальца был таков. 19 миллионов штрафа и 23 месяца тюрьмы условно. Дело в том, что в Испании за экономические преступления до двух лет наказываются только условным термином. Услышав эти цифры, вы наверняка подумали, ого, не повезло парню, как же так? Но я вам скажу честно, ему еще очень как повезло. И вот почему. Просмотрев буквально все новости о вердикте Криштиану Роналду, я понял, что СМИ просто копируют друг у друга информацию. И решил пойти своим путем. Я самостоятельно изучил Уголовный кодекс Испании. К моему удивлению, не все в этой истории так чисто и гладко. Как мне удалось узнать, Роналду должен был сесть в тюрьму на срок до 4 лет. Также он отделался сравнительно маленьким штрафом. Итак, согласно статье 305 Уголовного кодекса Испании следует. Тот, кто действием или бездействием причинит ущерб государственной казне государства, автономии, местной казне, уклоняясь от уплаты налогов, удержанных сумм или тех сумм, которые должны быть удержаны и так далее, наказывается тюремным заключением на срок от 1 года до 4 лет и штрафом в размере шестикратной стоимости указанных сумм. Также в УК Испании говорится о том, что более серьезного наказания за экономические преступления заслуживает тот, цитирую, чья сумма уклонения более 600 тысяч евро. У Роналду она явно выше. А также кто использует физических или юридических лиц, находящихся в офшорных зонах или территориях, где представляется невозможным определить их налоговый статус. Из этого следует, что Роналду должен был сесть в тюрьму как минимум на 4 года, а также заплатить в 6 раз больше своей задолженности перед государством, а именно 88 миллионов евро. По информации Football Leaks, в 2015 году португалец владел долей в сети отелей через офшорную фирму из Люксембурга. Ее головной офис, кстати, находится на острове Джерси. Имя Роналду не фигурирует в документах, связанных с этими фирмами. Однако на деле он является единственным владельцем собственности. Опять же, как утверждает Football Leaks. Интересно, что этот факт не зафиксирован ни в одной из его деклараций за 2015 год. Наверное, об этом он тоже не знал. Просто совпадение. Не думаю. В начале 2017 года против Роналду и его темной деятельности выступили несколько европейских изданий. Информацию подхватила прокуратура Испании и завела на Роналду дело по сокрытию налогов. Футболист и его агент отказывались признавать свою вину и заявили, что платить ничего не собираются. При этом сторона Роналду предоставила скан документа, в котором говорится, что Роналду ничего не должен в казне Испании. Но Роналду и Кони разобрались вот в чем. Налоги за доход от зарплаты в реале он, конечно же, оплачивал. А доходы от его использования медиаобраза нет. Португалец считал, что он не является резидентом Испании, проживая там менее 183 дней в году. Поэтому не стал декларировать иные доходы, пуская их через офшоры на Виргинских островах. Но вот так сюрприз. В Испании даже не резиденты должны платить налоги с зарубежных доходов. Представляете, я сел, прочитал и это понял. А Роналду и его компания ничего этого не сделали? Или не захотели сделать? К сожалению, эта история мало похожа на комедию. Скорее, это трагифант. Самое интересное, что Роналду удалось обойтись малой кровью за свои махинации. Как я уже говорил ранее, он должен был сесть в тюрьму как минимум на 4 года. Футболист даже издали не увидел тюрьмы и заплатил лишь 19 миллионов евро штрафа. Вполне возможно, что Криш с кем-то договорился сверху и дал крупно на лапу. Иначе почему он так быстро сдался и признал свою вину? При этом он с весьма веселой физиономией шел на решающее заседание суда, превратив это все в шоу уровня Оскара, только без красной дорожки. Возможно, Роналду просто рад тому факту, что наконец-то избавился от налоговиков Испании. И теперь будет грести лопатой деньги в Италии. С января 2017 года в Италии начали действовать поправки к закону о налогообложении нерезидентов страны. Если раньше иностранцы с доходом более 75 тысяч евро в год должны были отдавать государству 43%, то сейчас сумма гораздо меньше. В стране появилась опция уплаты Flat Tax – налог на доход, полученный за границей. Его стоимость фиксированная и составляет всего-навсего 100 тысяч евро в год. Чтобы было понятно, сколько криш может сэкономить в Италии, я дам вам несколько цифр. По данным Forbes, за 2017 год Роналду заработал 108 миллионов долларов. 47 из них – за рекламу. И именно из них вычитается налог. Так вот, в Испании после вычета всех налогов Роналду получил 26 миллионов долларов. А в Италии мог бы принести домой 47 миллионов. Ощущаете разницу? 21 миллион долларов. Это огромные деньги. Даже для такого состоятельного человека, как Роналду. Учитывая, что за 2018 год его доходы увеличились на 34%, можно смело предположить, что он в довольно-таки хорошем настроении играет в Италии. А что здесь такого? Отдавай 100 тысяч евро и гуляй себе смело. Могу предположить, что его путь в ближайшее время повторит не один звездный футболист. Ведь футбол – это не только спорт, это еще и большие деньги. На сегодня у меня все. Ставь лайк, подписывайся на мой канал и обязательно в комментариях пиши, о ком бы ты хотел, чтобы я снял свой следующий ролик. Увидимся. Пока. Субтитры подогнал «Симон»